здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube я вас всех просто обожаю почему я сижу с подсказками да потому что такая информация она уже в голову не влезает просто ты думаешь что это просто боба и фасоль оказывается не так все уж и знаете по детский а все по взрослому сейчас будет вот эти два растения овощные они конечно просто изумительные по своему составу бобы и фасоль знаете ли вы что японцы придумали такие пирожные с фасолевой пастой начинкой англичане завтракают всегда обязательно прямо фасоль в томатном соусе сосиски с поджаренным хлебом мы тоже бы так завтракали сосисок нет я шучу конечно так чем так хороши эти культуры для человека и какой вред от них обратите внимание вот на фасолью сейчас все увидите есть такая шоколадница такая особая фасоль цвет ее зерен я вам потом покажу какие они на самом деле есть желтая фасоль вот есть фиолетовая фасоль но цвет ее бобов будет оливкового цвета вовсе даже не такого красная фасоль мы они отдельно будем говорить самая вкусная фасоль посмотрите лимская сладкий боб называется она самая крупная она самая вкусная она в стадии молочной зрелости имеет такой насыщенный слив сливочный вкус понимаете что редко вообще для растений ну естественно конечно и бобы не обойдем своим вниманием я всегда была первый раз когда увидела бобы трижды белые я была просто потрясена тем что как они выглядят и какого они размера 15 сантиметров боб 15 у них конечно срок созревания 80 90 дней но зато какие они обожаю сорвать боб еще молочной зрелости листочек сельдерея и все это разжевать знаете как вкусно как будто зеленый грецкий орех жуешь ну просто потрясающе значит растения в принципе беспроблемные нет у них ну кроме конечно этот горуховая зерновка которая и горуха и бобы и фасоль если она попала туда внутрь она там все изгадит и яйца свои отложите в процессе хранения конечно они переползают из зерна в зерно и естественно гадят там просто нам все поэтому внимательно следите при посадке чтобы вам такой боб неважно фасолевый либо бобовый горошек не попался с дырочкой в правом боку как в той песенке значит это значит зерновка там есть ее просто удалить лучше в костер лучше не разбрасывать никуда и я хочу сказать о пользе этих двух овощных растений в них находится ну практически вся таблица менделеева аминокислоты витамины каротин клетчатка лизин никотиновая кислота пектины ферменты катализаторы любых химических процессов в организме представляете себе ферменты которые все химические процессы в организме запускают делают там участвуют в этом это просто невероятно но у этих растений если вред вот сначала польза но вред обязательно расскажу все фасоль на белом свете она делится на два вида по произрастанию азиатская и американская в нашей стране не несколько иначе все это делится делится на виды значит фасоль стручковая это вид фасоли вообще-то бобовые растения как бобы как это да это и горох это все бобовые растения значит стручковая фасоль употребляется вместе с стручком ну то есть вот скажем вот в таком виде вы это видите в магазинах заморозку такую нарезанную это есть стручковая фасоль у них у стручков нет пергаментного слоя она нежная вкусная но зернышко у нее как правило не только недорощенная она еще и не развитая она вкусная сладкая имеет в составе все о чем я говорила и конечно на сковородке с морковкой с кабачками да со сливочками или сметанкой ну просто потрясающе и лук не забудьте значит есть спаржевая фасоль что такое спаржевая фасоль это разновидность стручковой фасоли а мы немножко путаем когда говорим у нас есть спаржевая фасоль которая низкорослая и жердевая которая вьется вот оказывается спаржевая фасоль это разновидность стручковой фасоли значит спаржевая фасоль полезно и в свежем и приготовленном виде но вообще кулинары выделяют ее как отдельный вид потому что вот среди фасолей которые встретятся если она не готовится не употребляется в сыром виде я об этом обязательно скажу и это очень важно а вы просто запоминайте и записывайте какую фасоль есть сырую нельзя потому что там яд находится кроме тех которые назвала существует еще вот красная фасоль посмотрите красная фасоль она не употребляется в пищу без замачивания и без варки потому что как раз в ней находится это не очень приятное вещество которое называется фазин поэтому замочить на 15-20 минут и варить до готовности пока мягко не станет ну каша из нее готовят до рагу супы как бы это все нормально фиолетовая фасоль вот такая красавица я уже говорил что ее зерна оливкового цвета и это фасоль рекомендуется употреблять пищу в сыром виде тогда в ней сохраняется все что ей природа дала то есть самая полезная значит желтая фасоль здесь есть она двух видов масляный король и вот такая кустовая спаржевая супернано желтая вот можно такое название придумать фасоль кустовая спаржевая супернано желтая никогда не запомню значит желтая фасоль ее называют восковой за счет того что ее зерна так выглядят они как будто воском покрыты и замачивать ее обязательно и варить ее немного дольше чем обычную фасоль все остальные свойства очень хороши значит черная фасоль в данном случае у нас представлена не черная а шоколадная фасоль но я хочу показать вам зерна видите какого они цвета почти черные вот да бываете такая ну когда она свежесобранная вот такого цвета отдадим ей должное этой фасоли варить ее нужно гораздо дольше чем обычную но именно ее фасолинки сохранят свою форму не разлезутся и не разварятся и это очень здорово она используется в праздничных блюдах она правда очень вкусная есть у нас еще и белая фасоль но в данном случае здесь вот как бы ну ее нет но тем не менее существует и белая фасоль она у нас самая популярная считается самой вкусной готовится также с замачиванием и обязательно варка ей предусмотрено причем из белых сортов фасоли получается очень вкусное пюре варится также как картофель до готовности потом туда добавляется и масло и там специи но для того чтобы как бы обезвредить вот эти овощные две культуры от образования газов в кишечнике нужно просто либо ее замочить подольше либо поварить подольше либо добавить туда уже в готовое блюдо фенхеля или укропа который очень хорошо работает да вместе с фасолью исключая вот этот самый образование газов хочу сказать еще об одной фасоли вот у этой фасоли лимская а называется сорт сладкий боб она вероятно и используется в еду во всех странах южной америки потому что как только смотришь фильм начинают вам рассказывать а ты бабы будешь есть от этом тушеные бабы я приготовила они очень любят ее за то что бабы то у нее очень крупные стручок небольшой и там всего три-четыре вот такенных баба она действительно превосходит и в жареном и в тушеном виде причем до замачивая недолго ее варить для того чтобы потом пожарить не обязательно значит а бабы ну вы все знаете что такое бабы и эта культура у нас давно прижилась но как-то знаете не заняла достойного места а вы когда-нибудь борщ овощной варили но нельзя вам мясо ну все вы вегетарианец вот представьте да а борща то хочется вкусного так пожалуйста когда вы будете делать обжарочку в сковородке ну замоченные бабы туда киньте слегка поджарьте а потом отправьте в этот борщ да боже ты мой а суп фасоли вы со свининой ой да с бобами да вы только попробуйте вы просто этого не ели а салат из бобов где там знаете все травки с огорода да бобы можно разрезать их пополам но отварные конечно старые не очень вкусно чесночок выдавленный да вы просто язык себе проглотите правда это очень вкусно я хочу сказать о вреде теперь вред вот этих двух овощных культур значит в чем заключается в том что если у человека такая королевская болезнь подагра это когда начинают шишки образовываться на пальцах и на ногах это и есть вот этот вот артрит какой-то там ужасный нельзя употреблять фасоль в пищу спровоцируйте еще большую подагру пожалуйста помните об этом не рекомендуется тем людям у кого диагностирован нефрит панкреатит холецистит калит язва желудка и тяжелые заболевания печени фасоль особенно красную исключить из своего рациона пожалуйста запомните теперь тем людям которым нельзя будет употреблять бобы значит практически но очень похожие противопоказания потому что нарушение желудочно-кишечного тракта и бобы является очень такой знаете концентрированной белковой пищей растительной 12 процентов растительного белка в бобах и фасоли это очень много невероятно и желудок у людей больных просто это не переварит и особую осторожность нужно проявлять при употреблении бобов если у вас не дай бог гепатит или воспаление желчного пузыря запоминайте пожалуйста потому что газообразование от бобов они конечно да существует от этого никуда не денешься но столько пользы сколько приносят две эти культуры если вы здоровы если вы молоды маленьким деткам вот таким нельзя остальным всем можно употребляйте в неделю хотя бы три раза отварную фасоль отварные бобы в борщах чах в кашах ночи ну пожалуйста вы будете себя лучше чувствовать вы вместо того чтобы ходить бегать будете на лестницу будете бегом подниматься у вас настроение будет хорошее потому что в этих растениях есть все что вам только надо всего вам доброго и до свидания